За сутки на орбите в российском модуле МКС собирается до трех килограммов мусора. Со станции отходы вывозят грузовые корабли. Однако во время межпланетных перелетов, например на Марс, это может стать серьезной проблемой. Там же еще и проблема, связанная с обеспечением планетарного карантина. И на траектории полета вряд ли кто-то разрешит сбрасывать вообще мусор в открытый космос. Это мы должны соблюдать. Поэтому микробиологи предложили уничтожать органический мусор специальными бактериями. Эффективно и экологически безопасно. Мусорщиками должны стать бактерии с красивым названием Кластридиум термоцеллиум. Их традиционное место обитания – почва. Они же разлагают растения. В лабораторных условиях бактерии кормят целлюлозой. Иными словами, обычной измельченной марлей. Если его резать, то за пять дней они его могут съесть. Если резать, нарезать. Лучше нарезать. За несколько дней марлей превращается в жидкость. Специальные бактерии жидкость должны превратить в воду. Именно вода будет конечным продуктом после переработки органического мусора в космосе. Вопрос о том, чтобы создать такую систему, которая бы это все утилизировала, а потом бы возвращала бы в цикл, в действующие системы жизнеобеспечения, там тоже система водообеспечения, например, это было бы здорово. То, что ученые выбрали для эксперимента целлюлозу – космическая необходимость. Именно салфетки составляют на орбите основную часть мусора. В сутки космонавту положено несколько комплектов – специальные для рук, лица, полотенца влажные, сухие. Голову космонавты моют тоже салфетками. Особенно их расход увеличивается, если на борту женщина. Тем более женщины-космонавтки предпочитают прически в космосе не менять. Я их приглаживаю, а они поднимаются. Приглаживаю, а они поднимаются. Что ж, без комментариев. Земные испытания бактерий завершились. Далее – испытания на орбите. Эксперимент по бактериям-мусорщикам планируется провести в 2012 году на космическом аппарате Бион-М.